Привет всем! С вами снова я и сегодня я для вас подготовила видео о макияже модели Victoria's Secret с их шоу, последнего шоу, которое прошло 9 ноября 2011 года в США. Я смотрела это шоу, бесподобное, очень красивое. Девушки красавицы, музыка восхитительная, все очень блестит, сияет, гремит, все очень здорово. Но в этом году они немножко поменяли концепцию макияжа девушек. Раньше это были растушеванные глаза, такие в коричневых теплых оттенках. Сейчас это что-то более натуральное, но не менее интересное и красивое. Все расскажу, покажу, оставайтесь со мной. Я, как всегда, начну с того, что подготовлю свое подвижное веко. Я нанесу немножко, совсем маленький слой MAC Prep & Prime для глаз в оттенке Medium. Теперь я подведу легкую стрелку по верхней линии роста ресниц черным карандашом. Начинать я буду с внутреннего уголка и заканчивать внешним уголком. Моя стрелка совсем не будет выходить за пределы глаза и будет лишь чуть-чуть увеличиваться к концу глаза. Также не забудьте прорисовать внутреннюю водную линию. Это сделает наш глаз более выразительным. Теперь я возьму черную подводку. У меня это подводка от MAC Wonder Woman. Это обычная черная подводка, которая выглядит как марки. Вы также можете использовать гелевую подводку. И подводкой я проведу линию по верху моего карандаша. Так это сделает линию более четкой и яркой. Дальше я возьму вот такой вот светло-розовый оттенок. Это MAC от Orb. И кисточку для растушевки 217 тоже от MAC. Вы можете взять любую кисточку сегодня. И проведу совсем немножко по подвижному веку и нанесу чуть-чуть этих теней под бровь. Теперь мне понадобится все та же кисточка, которую я использовала ранее. И оттенок теней, который где-то на 2-3 тона темнее, чем моя кожа. Для меня подойдет вот такой вот оттенок. Из моей палетки 120 цветов от Beige Cosmetics. Я его нанесу совсем чуть-чуть в складку. Ну и последний шаг. Я добавлю чуть-чуть блеска своему взгляду. Я буду использовать очень-очень-очень блестящие тени. Вот такие вот бело-перламутровые от L'Oreal. И своим мизинцем я просто нанесу маленькую точку во внутренний уголок своего глаза. Теперь возьмите обычную ватную палочку и хорошенько протрите все, что упало с верхней линии роста ресниц на нижнюю. Нам нужна линия роста ресниц нижняя, очень-очень чистая. Это сделает глаза более открытыми и яркими. Но если хотите, для того, чтобы нижняя линия роста ресниц выглядела еще более аккуратной и чистой, вы можете добавить в поводные линии чуть-чуть белого карандаша. Последнее, что нам осталось, это накрасить ресницы. Я советую не использовать тушь, которая утяжеляет ресницы, то есть такую очень удлиняющую, очень тяжелую тушь. Я советую использовать тушь, которая дает более натуральный оттенок, как можно более легкую тушь. Для меня это MAC Plush Lush в коричневом оттенке. Я решила сегодня не использовать черную тушь, так как это тоже может утяжелить ресницы. Ну и маленький совет для тех, кто не хочет завивать свои ресницы очень сильно, но в то же время не хочет оставлять их прямыми. Что делаю я? Я обычно прикладываю свой палец к уже накрашенным ресницам, так чтобы ресницы смотрели вверх. Жду 30-40 секунд и отпускаю. Тогда мои ресницы завиваются совсем чуть-чуть, но именно для того, чтобы открыть мой взгляд. У модели Victoria's Secret лицо всегда идеальное и такое впечатление, что оно светится изнутри. О том, как добиться этого эффекта, смотрите в моих предыдущих видео. А сегодня я добавлю чуть-чуть бронзатора. Буду использовать бронзатор Guerlain Terracotta 4 сезона. У меня это для блондинок. Буду использовать его, скорее всего, вот в этих плоскостях. Я не буду трогать самый темный бронзатор, потому что сейчас осень, это как-то не очень актуально. И своей пушистой кистью я нанесу чуть-чуть на лоб, чуть-чуть на скулы и совсем немножко на подбородок. Ну и закончу я свой образ макияжем для губ. Я нанесу совсем-совсем чуть-чуть коричневой помады в самый центр своей верхней и нижней губы. И накрашу губы, как обычно, своим любимым Clorin Ciclet Minute. Он смягчит мои губы и как бы скроет недостатки. Ну вот и все. На этом макияж модели Victoria's Secret с шоу 2011 года готов. Я надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь со мной и в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok